всем привет меня зовут владимир мельников есть мое видео для своего канала в частности про устройство авто сегодняшняя тема кривошипный шатун механизм и вот собственно как выглядит кривошипный шатун механизм в динамике также что хотелось бы еще сказать перед началом видео то что свежести тема кривошипный шатун механизм является достаточно большой темой чтобы за раз все рассказать и поэтому я разделил его на несколько частей и также еще позволено помнить прошу не забывать подписываться на мой канал и на канал моего друга на свалке истории авторы зовут григорий белоусов также прошу пишите комментарии если есть у кого-то замечание или предложение по развитию контентом также ставьте пальцы вверх прошу об этом не забывать добавлять ко мне в различные соцсети я лично это буду очень рад также обращайте внимание на подсказки которые периодически сплоть в начале середине конце данного видео и поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео ну что ж теперь мы можем перейти к основной часть данного видео и это начнем с того что кривошипный шатун механизм сокращенно кэш и м предназначен для преобразования возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение и наоборот состоит из двух групп деталей первая группа неподвижные детали это блок цилиндров самый первый самый очевидный гильзы головка блока цилиндров в простонародье просто башка поддон картер и вторая группа подвижные детали это поршень поршневые кольца поршневые пальцы шатун подшипники скольжения они же вкладыши коленчатый вал маховик и поговорим о каждом из этих агрегатных деталей поподробнее блок цилиндров является базовый деталью с который начинается комплектация двигателя блоки отличаются из вернее отливаются из серого чугуна а именно вас семейство вас зил камаз или из алюминиевого сплава как семейство газ далее в блоке цилиндров имеется отверстие для установки на них из которые образуются в цилиндры в верхней части имеются два фрезерованные площадки для установки головки она же просто народе башка в передней части блока крепится крышка распределительный шестеренок в задней части картера сцепления поддон картера соединяется с нижней частью блока плоскость разъема блока и поддона может происходить по оси коленчатого вала или ниже внутри блока изготавливается полости для охлаждающей жидкости она же водяная рубашка и для масла главный масляная магистраль в нижней части блока имеется перегородки со съемными крышками куда укладывается коленчатый вал боковой части напротив каждого цилиндра могут устанавливаться заглушки гизы подразляется на сухие и мокрые для герметизации гильзы верхней части в верхней части оставляет выступ в 0,02 по 0,1 миллиметра в нижней части гильзы могут устанавливаться 2 2 резиновых кольца как это встречается в семействе сил камаз яймзы или латунные кольца ну вот собственно все о чем я хотел сказать на сегодня еще раз напомню то что сегодняшняя тема кривошим и шатман хинизм является достаточно большой темой поэтому все за раз не получится рассказать ну и собственно каждый тем тоже не так просто как кажется на первый взгляд поэтому прошу подписывайтесь на мой канал и на канал моего друга на свадки истории автор завода григорий белоусов также пишите комментарии если есть под замечание или предложению также ставьте пальцы вверх добавляйтесь ко мне в различные соцсети я лично буду очень рад обращать внимание на подсказки которые периодически всплывают начале и середине и конце данного видео и последнее поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео но на этом все всем спасибо и до новых встреч